Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это наше всё. Здравствуйте снова! В эфире «Наше всё!» Константин Маринец, Виктория Сарада, Иван Чужинов с вами. Кодовое слово эфира. На манеже всё те же и не те же. За 15 лет компания Телемикс объявляла 5 кастингов. Я сама, будучи девятиклассницей, участвовала в профессиональном отборе. Стала победителем и уверенными шагами начала подниматься по карьерной лестнице. А мне пришлось побороться за эфирное время. Я пришёл на кастинг, победил и освоил навыки журналистики и ведение в прямом эфире. Но Жанне Макаренко и Анне Долочеевой ещё только предстоит пройти последний этап кастинга, то есть ведение программы собственно. Девчонки очень хороши в вокальной сфере, они нас очень удивили, записали вот эту музыкальную пропевочку, которую вы вначале слышали. Ну а теперь ещё немножечко о них. Слушаем, смотрим. В компании с песней Жанна Макаренко и Анна Долочеева идут всю свою жизнь. Знакомые девушки не были, но о творчестве друг друга наслышаны. Музыкальные дорожки Анны и Жанны соединила программа «Наше всё». За плечами телевизионный опыт только у Жанны. Шесть лет назад она вела прогноз погоды. Обычная запись перед камерой. Для работы над новой программой этого недостаточно. Придётся пробовать себя в нескольких новых амплуа. Помимо того, что мне придётся быть ведущей, мне придётся взять на себя роль журналиста. Для меня это очень новое, такое страшное немножечко, потому что придётся полностью готовить материал, ездить на съёмки. То есть это полностью будет моё детище, я буду за него отвечать. Знакомство с тележурналистикой Анна только начала. Амбициозная девушка самостоятельно распланировала темы эфиров, придумала сюжеты и даже съездила на съёмку. Мы приехали к герою сюжета, сняли, взяли у него интервью. Он им показал свою коллекцию, которую он вытаскивал из ушей и даже держала батарейки, которые были вытащены из носа. Свои идеи в жизнь Жанна будет воплощать по вторникам. В паре со знакомым зрителю Иваном Чужиновым. Анна объединилась с новым Дмитрием. Наблюдать их телевизионный рост зритель сможет по четвергам. Виктория Сарада, Игорь Антонов, Телемикс. Этот кастинг ведущих был пятым, так сказать, юбилейным. Ребятушки, более сорока анкет пришло к нам на кастинг, представляете? Да, но если девчонки прислали свои анкеты в первом этапе, то мужиков пришлось поискать. Моего соведущего Андрея Козицкого нам послал случай. Андрей известный в городе КВНщик. И к тому же редактор первой приморской лиги КВН. Это серьёзно? В своё время он успел поиграть на Уссурийской сцене клуба весёлых и находчивых в Хабаровске и чуть было не уехал на Сочинский фестиваль. Стать участником КВНа 2015 парню помешала работа. Тогда Андрей примерил на себя роль судебного пристава. Серьёзно? Серьёзно. Но такая работа с творчеством никак не пересекалась. Ну и поэтому на перепуте Андрей решил, а пойду-ка я на телевидение. И зашёл. Смотрим. Рыжие волосы, море позитива и тысяча слов в минуту. Всё это Андрей Козицкий. Пять лет, козя, так парня называют друзья, изучал экономику. Получив заветный диплом, понял. Цифры товарищи скучные. Потому вспомнил былое увлечение и стал редактором первой лиги приморского КВН. Опыт ведущего мероприятия решил подсластить телевизионным сиропом. Тем более о телемиксе Андрей наслышан, как говорится, из первых уст. Пришёл на телемикс очень интересно, так как много друзей там работает. Всегда была тяга, так попробовать себя в роли, может быть, какого-то ведущего. Хотелось бы допустить более-менее юмористические рубрики, 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 где человек может посмотреть, посмеяться, улыбнуться. Ну, будет весело. И горожане улыбнулись Андрею на первой же съёмке. По заданию редакции начинающий журналист должен был сделать опрос. Всё по-серьёзному. Оператор, камера и микрофон с металлической ручкой, которая на морозе накаляется за считанные секунды. На помощь пришла Виктория Сарада. Точнее, её варежка. В этот день я понял, что перчатки необходимы, так как половину съёмок я проходил в женской варежке. Было очень тоже весело. Было приятно смотреть на людей, которые не понимали, что происходит, почему мужчины находят в женской красивой варежке с разами. Но всё-таки, может быть, это даже как-то и поднимало им настроение, как и мне. В планах и серьёзные проекты. Весерчак-Козицкий – душа любой взрослой компании. А вот с детьми Козя ладит с трудом. Чтобы не попасть в просак со своим ребёнком, Андрей решил готовиться задолго до. О взаимоотношениях отцов и детей, проблемах и их решениях без мам Андрей Козицкий будет рассказывать раз в неделю. Ульяна Сотникова, Виктория Сарада и Анатолий Молчанов. Телемикс. Пришло время нашей новой команде собраться в одном кадре. Итак, ребята, вперёд к нам, быстрее! Всем привет! Меня зовут Анна Долочеева, и уже 3 марта мы познакомимся с вами поближе. Всем привет! Меня зовут Екатерина Ворона. И смотрите мои сюжеты уже очень скоро в прямом эфире. И не отвлекайтесь на то, что она Ворона. Вот. Ничего страшного в этом нет. Главное... Я не Ворона, зато я Оборона. Да, главное, что она Екатерина. Привет, Усыриск! Меня зовут Жанна, и мы с вами ещё споём. Всем привет! Меня зовут Андрей Козицкий. У меня есть селфи-палка, а чуть больше обо мне вы узнаете 4 марта. Ребятушки, а где же Дима? А Дима проспал! Проспал! Вот так вот, проспал! Не проспите вы! Завтра программу «Наше всё». Но мы с вами не прощаемся. Ребят, я очень рада вас всех здесь видеть, и у меня есть для вас небольшой сюрприз. Ну, как сюрприз, небольшая сентиментальная нотка. Телевидение – это большая ниша для различных примет и традиций. Так вот, сейчас предлагаю нам одну примету воплотить в жизнь. Вот у меня есть большая такая белая тарелка, у Кости есть маркеры. Да, я уже всем раздал. Сейчас мы все с вами распишемся на этой тарелке и разобьём её. Считается, что в первый съёмочный день съёмочная группа вся должна расписаться, написать всё это, и разбить тарелку от ренога. Откуда пришла эта примета в мир кинематографии, уже никто и не помнит. Однако многие считают, что это исключительно русская традиция. Когда Карен Шахназаров снимал свой очередной шедевр с иностранной группой актёров, ребята удивились и сказали, что такой традиции у них нет. А вот в Японии есть похожая примета, только актёры расписываются не на тарелке, а поверх веера. Ну а пока ребята расписываются на тарелке, предлагаю вам посмотреть ещё одну новую рубрику «История одной вещи». Это подстаканник – личная вещь моего отца. И для меня он дорог тем, что он напоминает мне те годы жизни, когда мы жили вместе с отцом. Он принимал участие в хасанских событиях, был награждён медалью за отвагу и участник хасанских боём. Две медали у него. В моей памяти врезалось, что именно из этого подстаканника пил мой отец. Он был очень строгим отцом, но очень справедливым. Расскажите, из чего подстаканник? Это серебряный подстаканник. Вот здесь оригинальное сплетение этих ниточек серебряных. Но видно, что он очень старинный. Этот подстаканник мы охраняем, бережём как реликвию семейную. И все мои дети, внуки и правнуки уже согласились с тем, что мы будем передавать этот подстаканник по наследству старшим детям. Итак, мы расписались на тарелке и сейчас её разобьём. В целях техники безопасности штатив, оставив в покое, поможет нам вот эта металлическая конструкция. Но прежде чем мы это сделаем, ребята, хочу обратиться к вам. Что вы пожелаете нашей программе? Ребятушки, побольше вам всем юмора. Преданного зрителя. Новый уровень. Процветание. Новых идей. И оставайтесь всегда на высоте. Ну, а я хочу, чтобы наше всё стало всем и для вас. Итак, Костя, бей! Опа-на! Ничего себе, а! Теперь каждый из нас возьмёт по кусочку от этой тарелки себе на память и на счастье. Смотрите с понедельника по пятницу в 7.20, 8.20, 19.20 программу «Наше всё!» Смотрите совсем скоро. Дорогу молодёжи. Эфирное время заполняют подростки, а телемикс им в этом помогает. 6 марта – Международный день детского телевидения. Что ждать по этому поводу в Уссурийске? Все тайны раскроем. Мне кажется, эта картина, она придаёт любовь, чувства. В Мурманске средневековая пытка стала тренажёром. С необычным видом спорта познакомимся. Именно тренажёр для занятия. Это не лечебная процедура, это для укрепления мышц. Кто такие фиксики? Ни для кого уже не секрет. А вот откуда они появились? О мультфильмах, которые будут показывать в Международный день детского телевидения, расскажем. Без инструментов им не обойтись. Генеральный партнёр программы – компания «Примметаллснаб». Строим вместе. Улица Лемичёвская, 20А, 3301-95. Партнёр программы – автошкола ДОСААФ. Действует схема поэтапной оплаты обучения, скидки. Партнёр программы – фабрика мебели «Верса». Изготовление корпусной мебели. Кухни, шкафы, купе от производителя. Улица Комсомольская, 20, кабинет 10. Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, Всё только начинается, программа «Наши всё». Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, Всё только начинается, это «Наши всё».